Весной первой из бобовых культур сеют горох. Какие риски в связи с этим возникают у аграриев и что подсказывает опыт вашей фирмы? Горох это интересная культура как предшественник в первую очередь. И в практике моей компании в 2016 году был такой опыт. В хозяйстве Целинского района Ауковос столкнулись с той ситуацией, что горох был посеян как можно раньше, а весна была длительная. И вышло так, что семена пролежали в холодной почве месяц. Всего этого всхожесть семян упала и всхожесть колебалась на горохе от 50 до 70 процентов от нормы. Это низкие показатели для всхожести гороха. И, скажем так, научные руководители, которые сопровождали, они выдвинули предложение задисковать данный посев. Но так как сорта были импортные, австрийские, то есть такие как Готик, Стартер, Мадонна и другие представители данной селекции, то затраты были произведены серьезные. И, скажем так, взять их и свести на нет – это большие убытки в хозяйстве. Именно поэтому мы, посовещавшись с руководителями и агрономической службой хозяйства, мы приняли решение, что мы попробуем сделать так, чтобы взять необходимую урожайность не количеством растений, зашедшим на квадратном метре или на гектаре, а за счет качества этих растений. Было принято решение произвести объезд полей, мы это сделали. Площадь какая? Площадь была порядка 500 гектар, то есть это солидная площадь, сами можете предположить. Было принято решение произвести две подкормки некорневых, определились с системой защиты растений. Так вот, две подкормки некорневых, то есть по вегетации, они производились по схеме для того, чтобы дать полное, скажем так, питание в лист растению, так как поля в данном хозяйстве, они всегда правильно, скажем так, удобрены. Но для того, чтобы раскрыть максимальный потенциал данного растения, а потенциал у этих сортов достаточно велик, то было принято решение сделать две некорневые подкормки, в которых происходит, первая подкормка это до 10 сантиметров, когда растение, когда происходит закладка количества зерен в бобике. И вторая подкормка это подкормка в фазу бутонизации, для того, чтобы как можно большее количество бобиков осталось на растении. То есть сохранить как можно большее количество бобиков на растении, чтобы цветение гороха прошло максимально эффективно. В этих подкормках применялись препараты ОРМИС, они закрывали в этом питании, помимо макроэлементов, они закрывали всю подкормку микроэлементами, плюс стимуляция растения. Поэтому применялись такие препараты, как ОРМИС МЕДЬ МОЛИБДЕН и ОРМИС УНИВЕРСАЛ. То есть итого мы давали в первую подкормку 2 литра, во вторую подкормку мы давали 3 литра. На гектар. Да, на гектар препарата. То есть на тот момент затраты составили на 2 эти подкормки с препаратом ОРМИС порядка полутора тысяч рублей. То есть на гектар. В конце концов все эти мероприятия были проведены качественно, то есть вовремя. Самое главное, мы попадали в фазы, необходимые для растения. А когда мы понимаем, как живет растение, оно отзывается над максимальным урожаем. Плюс могу отметить, что именно в 2016 году, май месяц, он был достаточно продуктивен на влагу. И это еще, наверное, тот самый определяющий фактор, который нам позволил раскрыть максимальный потенциал гороха. Но совокупность действий, это наличие продуктивной влаги в почве, плюс наши правильные агрономические действия подкормки, защита, стимуляция, они позволили получить, ну на тот момент это колоссальный урожай. То есть мы получили урожайность 42 центнера на горохе. В целом по 500 гектарам, да? Да, то есть средняя урожайность получилась. Но на тот момент, скажем так, в хозяйстве еще такой урожайности никто не получал. То есть за время существования хозяйства урожайности такой не было еще получено никогда. Но был тот фактор, который, наверное, снизил реальную цифру, расчетную цифру нашей урожайности. Это то, что при проведении десекации, да, дабы предотвратить, ну облегчить уборку и предотвратить развитие венка, отработали гербицидом, но на момент захождения уже в поле пошел дождь. И зайти в поле можно было только еще через 3-4 дня. Соответственно, венок отошел от воздействия гербицида. И уборка была крайне затруднена этим фактором. Не позволил обмолотить как следует. Это очень большие временные потери, так как на комбайнах приходилось постоянно чистить консульный шнек, на который наматывала вся эта масса гороха плюс венок. И потери просто были колоссальные на поле. То есть поле было просто усеяно горохом. И при этом же условии мы убрали очень высокую урожайность. То есть мы смогли раскрыть действительно потенциал, заявляемый производителем таких сортов австрийских, благодаря влаге и правильному подходу подкормок и защиты плюс стимуляции растений. То есть не надо спешить культивировать, если всходы оказались не стопроцентные или не близкие к стопроцентам. Есть ли другие способы, как можно получить хороший урожай, пользуясь удобрениями, стимуляторами? Однозначно. Самое главное только мы всех призываем к тому, чтобы люди начали понимать философию жизни растения. Природа так устроила, что все живое нацелено дать как можно большее потомство. Наша задача помочь раскрыть этот максимальный потенциал. Ну и, как говорится, благодаря совместным усилиям природы и человека, я думаю, мы будем развиваться и расти. То есть в свою очередь могу сказать, что наша компания занимается, компания Должков занимается именно тем, что мы позволяем получать экономически оправданные результаты. То есть мы говорим о том, что любая урожайность – это единица расчетная, и ее лимитирует влага, эту единицу. Соответственно, и затраты необходимо делать на соответствующие урожайности, чтобы как можно больше повышать рентабельность вашего производства. Мы рады всегда помочь, поделиться своими знаниями, умениями и, скажем так, предложить вам наш опыт, плюс те средства, которые позволяют достигнуть максимальной эффективности вашего производства. Всегда рады. Спасибо. Мы приняли решение, что данный горох мы будем вытягивать за счет применения именно стимуляторов роста и именно платформок этими микроэлементами. Обратились мы с советом, с вопросом в компанию Дмитрия Должкову. Да. Значит, что, получили мы там ответ, что есть возможность попробовать препараты Ормис именно на бобовых культурах. Да. К тому моменту мы уже работали на пшенице препаратами этими, ну вот, то есть, этого марки, но только там другой состав. То есть опыт был? Опыт, да, он что-то был. Мы работали на пшенице. Ну и согласились. Что нам это стоило? Нам это стоило, первая обработка у нас была по фазе до 10 сантиметров растений гороха. Да. Работали мы препаратами Ормис. Там, по-моему, у нас был один препарат, это Ормис универсал, а второй препарат специфический для бобового культура. По-моему, это содержание молибдена. По-моему, по-моему, это была первая обработка. И, ну, и вторая обработка была у нас по фазе ботанизации. Да. Состав такой же, то есть, один литр Ормис универсал, и второй литр – это Ормис, по-моему, Купра Малебды. Ага. Вот. Что у нас получилось в итоге? Тот год у нас был очень урожайным в нашей зоне. Что мы можем отметить? Ну, во-первых, то, что сортами импортной селекции на тот момент соседние хозяйства не занимались. То есть, я прозванивал, узнавал. В основном это был уксатый, аксальский уксатый стиль, либо же это был Факор. Да. Но не Мадонна и Клеопатна. Это первое. Второе – то, что мы занимаемся почвенной диагностикой и вносим под основную обработку почвы, мы вносим сложное удобрение. По результатам почвенной диагностики. И вот на этих полях мы под горох вносили в основном где-то 120-150 кг аммофоса. Ага. По факту мы получили урожай, в сравнении с соседями хозяйствами, это примерно 5 сантиметров. Больше получили на 5 сантиметров. Да, но это именно тот горох, который мы смогли убрать. То есть, по факту вес. Да.